всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодняшнем видео мне мама приготовит вкусный салат салат из чего с грибами в общем вот а еще ко мне пришла посылка ахер кстати мам когда я ее заказала что в пятницу ну помнишь я с тобой в общем я заказала в пятницу да и ко мне уже пришла то есть буквально за меньше недели вот а иногда бывает по три недели я жду посылку с сайта ну в общем да непонятно очень сейчас покажем что там там у меня инициатор мама бесплатно воздух пожалуйста сегодня полтора метра 2 метра это бонус это подарок воздух да это откуда откуда это с какой какой город московский да воздух я не знаю надо обратно отдать питерский и это какие-то время это я снова маски до взяла это номер какой-то это скопер лимон это вот этой матки которая вам рассказывала девочки что мне очень нравится вот я взяла вот еще одну такую маску только это уже не ягодная а какая-то другая и вот такой скраб тоже потом попробую расскажу я больше чем уверена что мне понравилось а я так понимаю что это мимическим это это патчи под глаза я взяла вот такие с ласточкиным гнездом там птичка нарисована бедная но это не ласточка это может быть корейская какой-нибудь дров да в общем вот такие вот патчи взяла еще маска кстати это маска с тыквой моя любимая да астана там все это грибы нет это ой финие марина бальзамический уксус да 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 слушайте ну я открываю понюхать можно конечно открываю какой-то густой он и должен быть густым да ну надо вы конечно вы это наверное разбавленный ну ты же видишь его схвалила надо вообще-то вином каким-то даже пахнет да сухим вином вот такой вот кстати туда тут как на мясо рыбу овощи в общем всякое такое ну вот надо попробовать ты же была в восторге вот сейчас у меня салат вот подрастет и мы будем прямо капать 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 надо попробовать я как раз для овощей но кстати видишь тут же и для мяса можно мясо вот антон будет нам опять это гриле делать да это масло мама уже почти закончилась предыдущая большая закончилась на один раз остался и большой банки там не было в наличии поэтому я взяла маленькую она конечно не дешевая девочки но она вообще не ты не открывает это пока нет не буду я открывать но сразу говорю запах очень специфический ну как специфический молока запах даже не молока а такого вот наверное так и вот где масло делают вот где на молокозаводе вот такой вот такой густой молочный молочный запах такой понимаете и он не про то есть вот кто не переваривает вот не переносит запах молока да это конечно не подойдет не подойдет да потому что он даже остается в соусе вот например я его использую для соуса вот очень получается без комочков вот последний раз я делала да вот этот лазанье лазанье да он вообще такой тягучий хороший получился вот но все равно вот я специи добавляла туда ну я побоялась что взять не понравится антону все равно вот остается вот этим молоком даже не молоком вот когда молочка приезжает когда молочка приезжает вот молоко на разлив вот он открывает бочку вот таким прямо вот густым запахом молока прямо такой но нам не очень понравился да еще же картошку добавляю я и грибы да вот все картошечку вкусненько все это открою вот эта штучка маме очень понравилось вот я повторила большой банки вот еще раз повторюсь не было в наличии поэтому я взяла маленькую да потому что то есть это даже ну как топленое молоко натурально без вот без да кто любит не любит добавки но вот просто натуральное натуральное у нас одно время было продавалось топленое молоко слуги вот точно такого же цвета натурально там сто процентов молоко было потом что-то перестали появляться магазинах она дорогое тоже была маленькая баночка там не помню на помощь и долго было очень я тоже вот покупала именно вот чтобы соусы делать там вот картошечку пожарить добавить это вот яблочный уксус с мёдом который он с медом покажу девочки прямо яблочный уксус с мёдом вот он такой мутный тоже пишут что он как прямо очень вкусный чуть ли не ложками его хочется выпить но мы тоже взяли для заправки салатов сейчас лето и как раз вот салатная так сказать время и самое оно будет попробовать да это надо попробовать потому что в принципе на я покупала я был я не поняла его он кислый как вот перекисшее вино так ну чё как яблочко такое вот паданцем пахнет вот который упадут по потусу начинает портиться попробуем только чуть-чуть естественно хотя многие на голодный желудок я поела да медом пахнет зачем напоминает мне чайный гриб который не добавляется сахара который вот он стоит стоит и вот не добавили сахара вот напоминает по вкусу чайный гриб здание и запах такой вот чайного гриба кстати вот но это наш вкус а как там у народа ты же понимаешь но медом не особо но есть такой мне кажется он сладковатенький ну вот я говорю по вкусу вот чайный гриб который не добавляли сахар а еще одна бутылочка просто смотришь иногда ну вот салат ну вот как бы делаешь делаешь вроде уже приелся столько салата посадила надо же все съесть сметана приемлемый любимая вот хочу у нас только один обыкновенный уксус а еще вот этот как и черный это как он называется гранатовый соус нет и все вот это черный суши еще макает соевый соус соевый вот это кунжутное масло до чайным грибом пахнет тоже открою понюхать кунжут кунжутное масло какие-то семечки да да и ровно какой-то в общем да вот это добавлять будет вкусно чем я как-то открыла дочь я наверное нет правильно открыл семечко пахнет какая-то да такая знаешь легкий легкий запах семечки не подсолнечное а такой вот как будто немножко жареная семечка такая легенькая тоже для салатиков да да у нас вот да кстати надо будет попробовать у нас салат так купила капусту у нас одно время было такое вкусное масло девочки вот это все это с украины присылали нам такие помнишь плоские бутылочки жареных масло жареных семечек ой какое вкусное масло девочки а теперь все уже жалко очень не буду говорить но в общем жутко да мы политику не обсуждаем мы политику не обсуждаем но это все бяка тут но масло жалко бяка вообще не да правда легенькое такое масло ну кстати она чем хорошо раз у него такой запах значит он не будет перебивать вот вкус вот этих овощей просто порезать полезно все-таки разнообразие абсолютно то что подсолнечное масло кукурузное мы нет горчичное мне не нравится у нас оливковая я не понимаю его на небольшой подсолнечное нравится то что вот такой у нас был заказ я вам ссылки все оставлю внизу в инфобоксе вот на это я попробую потом уже вот эти да ну вот это вот я кстати вот это первый раз я вот видела яблочные вот у нас был более такой ядреный наш советские яблочные а это вот нежненько да ну потому что мёд небольшие бутылки ну ну так и жаль на сезон на сезон не вылежи все нет конечно капусточку добавлю ох ну а значит будем делать салат да какой будет салат у нас а из грибов у нас остались мы же размораживаем будем размораживать нашу вот этот заморозку морозилку большой вот из там остались грибы вот у меня там грибы у меня вот эти белые замороженные вот я их растаяло они растаяли вот они у меня посохли на сковородке значит а салат обыкновенная картошка грибы с луком яйцо морковка горошек и майонез вот можно без майонеза но поскольку у нас так и лук у нас просто освобождали грязь вот у нас вот такой лук-порей поэтому его во все случаи жизни добавляю чтобы он не пропал так можно обычный репчатый или обычный зеленый до репчатый лук любое как вы хотите да и вот так вот такой вот такой вот такой вот такой вот лук любое как вы хотите да и грибы можно шампиньоны только не маринованные потому что их надо обжаривать ну пока жарится у нас грибочки вот я сейчас нарежу огурцы огурцы лучше конечно сюда консервированные такие но я достала 5 огурчиков потому что в этом прошлом году мы сделали плохие ну как плохие я добавила у меня уже говорила добавила острый перец порежу вот так ну такие они маленькие огурчики вот сейчас посмотрим по вкусу если будет мало добавим еще анализашки кубиками вот такими пластинку крупными то не надо надо не чувствоваться вот я нарезала значит а вот картошка я вот буду вот такую штучку она мне так нравится да не надо вот эти самые но не такие маленькие кубики получаются как раз и все но только когда не такая вот картошка не особо рассыпчатая чтобы еще раз и все и я надо ножиком махать картошка очень вкусная я порезала картошечки где-то опять так в этих самых картошек небольшие такие вот такие вот две морковочки я отварила вот теперь вот мелко нарежу нарежу тоже туда добавляю но как бы в принципе как бы салаты ну как салат для оливье только место по принципу да то есть нарезается все как салат оливье да но и ингредиенты такие продукты такие как это самая как на оливье почти оливье морковь и не кладут вот петрушку немаленький кусочек пучок такой вот прямо стал жару вот сейчас и будет вот 5 яичек я буду сюда тоже крошить вот у меня пожалеете грибочки это белые грибочки наши прошлом году с мамой собирали в этом году не знаю как вот порезал порубила так крупненько яйцо теперь это все сюда с горой получилось а грибами как все таки вот белые грибы белые грибы благородные вот и горошек чуть-чуть потом перемешаем и вот это все сейчас перемешаем попробуем на на соль на сахар на все посмотрим без водички я вылила горошек без водички вот такая красота и вот такой вот очень вкусный салат получается вот он выглядит вообще очень вкусно девочка но мама говорит что если положить сюда сухие грибы до или маринованный шампиньон это будет не тот вкус уже не так вкусно будет или вот замороженные замороженные либо шампиньоны простые тоже свежие все свежие либо свежие либо замороженные грибы должны быть благородных ну не обязательно ну да лучше да да благородные шампиньоны но не маринованные вот это вся заморозка да так что вот такой вот вкусно салатик мы надеемся вам понравилось такое видео понравился наш рецепт обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх нам это очень приятно мы всех любим целуем и до новых встреч пока пока